На одной волне 2021 ежегодная конференция, где мы говорим о том, что происходит и какая трансформация в компании Magnit сегодня. Ян, доброго дня. В своем выступлении вы сравнили компанию Magnit с большим круизным лайнером. И вот мне хочется задать вам вопрос, удается ли вам взять нужный курс и набрать нужную скорость? Я очень счастлив с результатом. Я очень счастлив с результатом. Я очень счастлив с результатом. Конечно, если вы посмотрите на все процессы, потому что это огромная компания. Есть определенные места, где это быстрее, чем я ожидал. И есть определенные места, где мы думаем, почему мы быстрее не быстрее. Но в целом, если вы посмотрите на то, что мы двигаемся, то я очень счастлив с этим. Внутри 1,5 года, я вижу бизнес, который больше способен служить клиентов. Он больше способен, от процесса ориентации, длежать результаты. И также на финансовом, я думаю, что мы делаем огромный шаг вперед. Я очень счастлив и очень счастлив с этим. Ну да, я доволен, в принципе, общим результатом. Конечно, вы понимаете, компания у нас гигантская по сути. И есть определенные направления, где вещи делаются действительно быстро. Но есть направления, где ты как бы думаешь, нельзя побыстрее как-то все это сделать. Но в общем, я могу сказать, что да, я доволен. То есть получается, за 1,5 года мы получили компанию, которая, во-первых, гораздо лучше может обслуживать покупателей. Во-вторых, у нас теперь уже есть на месте процессы гораздо более хорошо организованы. То есть мы лучше реализуем то, что хотим реализовывать. И плюс с финансовой точки зрения у нас тоже ситуация гораздо лучше. То есть в общих чертах я очень доволен тем, чего мы добились. Есть еще один вопрос, который я не могу вам не задать. Я знаю, что совсем недавно случилась интеграция компании Dixie и компании Magnit. И Dixie стала частью большой семьи Magnit. Каковы впечатления от этой интеграции? Удалось ли уже добиться каких-то значительных результатов в этом вопросе? У нас есть еще одна вопроса, которую я хочу задать вам. И я не могу не задать эту вопрос. Я слышал, что у нас есть интеграция с Дixie и компанией. И вы можете спросить, какие результаты у нас сейчас? И вы вообще счастливы, что происходит в том, что происходит в том, что происходит? very nicely on track we're looking at the same reports, we're trying to align, if I now open my telephone in the morning in the daily statistics, there's also now Dixie in, so that all runs well, and the presentation is the same, so that's good, HR one of the things that we saw in Dixie, which I think is a problem, was rotation so we're also trying to align the HR policies and the compensation, so that also people get the same benefits, but also the same interest to work and stay, because in Dixie, currently, the rotation is almost three times higher than what we see in Mark Nieden, that's not good, if you have rotation that high, then it's very difficult to run a business, and I think what I also like is that the management team of Dixie, that's still in place, is enthusiastic about the ideas that we bring in, and also the space that we give them because they understand as well, if we are able to invest into those areas, we'll probably get as well results back, so by the end of this year we would like to finish the integration to the extent that we had in mind, because certain areas will not be integrated, like it will be Dixie and it will stay Dixie, we'll do the full integration in a couple of years' time when we're on SAP, so our ERP is, migration has finished, and I think then also it will be much easier to add Dixie to our system, and then we'll have a discussion do we keep the banner, do we change the banner into Mark Nieden, so those discussions will still be held, but for the time being, I like the integration of Dixie, I like where we are, I like the enthusiasm of the team that I see there, and yeah, I think we'll be looking at a good result. Ну, то есть, что я могу сказать, во-первых, конечно, интеграция сейчас идет полным ходом, у нас мы на самом деле себе поставили цель, к 10 октября мы должны синхронизироваться уже по коммерческим условиям, то есть в коммерции у нас интеграция идет полным ходом, как я сказал, в операциях и в финансах мы тоже работаем над интеграцией, и в принципе, в общих чертах я могу сказать, что, наверное, к концу года мы должны будем интегрироваться по некоторым направлениям, не по всем, как я уже говорил, в кадрах, конечно, вот у нас есть небольшая проблема, потому что с чем мы столкнулись в Dixie на самом деле была очень высокая текучесть персонала, и по факту в некоторых периодах мы видели, что она была в три раза практически выше, чем в магните, и мы понимаем, что когда такая текучесть, то работать по сути бизнесу невозможно, это очень сильно мешает, поэтому над этим нам тоже предстоит поработать. Ну, и плюс с точки зрения синхронизации именно управленческих команд, я вижу, что управленческая команда Dixie, которая, кстати говоря, осталась, в принципе, тоже работает сейчас в Dixie, они с энтузиазмом на все это смотрят, то есть они взаимодействуют с нами, и они рады тому, что мы даем им определенное пространство для маневра, а мне нравится, что они тоже понимают, что если мы вложим усилия, если мы вложимся в те направления, которые я упомянул, то мы на самом деле сможем повысить свою результативность. То есть, как я уже говорил, по большинству направлений мы планируем синхронизироваться к концу этого года, как я в ходе презентации упоминал, что мы не можем некоторыми направлениями синхронизировать, потому что мы сейчас ждем перехода на нашу ERP-систему, и только после того, как эта ERP-система будет реализована, мы уже постараемся перевести на нее и Dixie. И вот через пару лет, когда мы это сделаем, тогда уже мы обсудим, хотим ли мы оставить именно вывеску Dixie, то есть сам бренд Dixie на сети или нет, но в данный момент, в принципе, меня интеграция устраивает, я считаю, что у нас все идет хорошо. В завершении нашего короткого интервью еще один вопрос. Какие задачи на сегодняшний день стоят перед магнитом? Какие челленджи вы видите в будущем? And the last question for a brief interview. What are the objectives and what are the challenges that you see in front of магнит today? Now, what I mentioned in my presentation as well is, I think the biggest challenge is for us to improve our understanding of customers. We have improved that, but mainly coming from suppliers itself, with the information that they provide to us. We, with our loyalty card and our incredible customer data that we have, we should start to explore that and investigate, okay, what's going on? And then find a much better partnership with the suppliers to tell them how our customers are moving and how they behave. Because that's where I personally feel that we're falling short. So that's one. And the second challenge is the whole migration, this big, big ship gets a new engine while it's turning. So the ERP migration is also extremely important for this year. That's a big challenge. That's a big challenge. But we're quite confident. I think we've got very good people at work and there's a very good cooperation with the different disciplines. So we know what to build, how to build. And, but it's, that's, that's not, that's not easy. Yeah. Ну, в первую очередь я могу вам сказать, что мы, одной из главных проблем для нас будет, конечно же, интеграция ERP-системы, потому что вот тот корабль, который я упоминал, он на данный момент, мы ему, по сути, меняем двигатель на ходу, поэтому это, конечно, тоже будет для нас таким большим вызовом. И, ну, мы уверены в положительном результате, потому что мы знаем, что над этим работают люди, которые разбираются в этом вопросе, так что, ну, это, тем не менее, будет все-таки для нас достаточно серьезным вызовом. И второе, тоже важное, я упомянул это в ходе своей презентации, работа с данными покупательскими. То есть у нас сейчас есть понимание того, кто наши покупатели, как они себя ведут, но, если честно говорить, это, конечно, в основном происходит за счет тех данных, которые мы получаем от поставщиков. То есть они нам их предоставляют. А у нас сейчас уже есть вот эта замечательная наша система лояльности, наши карты лояльности. И этот громадный объем покупательских данных, который у нас есть, вот я считаю, что одним из вызовов для нас будет научиться правильно с ним работать, понимать, что конкретно делают наши покупатели, и затем каким-то образом оптимизировать нашу работу именно с поставщиками, чтобы мы уже могли им говорить, смотрите, вот с нашими покупателями происходит вот то-то. Они ведут себя вот так вот. Давайте каким-то образом поменяем нашу работу для того, чтобы это лучше, какие-то потребности лучше закрыть. То есть вот это тоже для нас будет серьезным вызовом. План амбициозный, задача абсолютно серьезная. И мне хочется от себя пожелать только хорошего бизнеса. Пусть все, что вы задумали, получится сделать самым лучшим образом. So, it's an ambitious plan, and the only thing I can wish you is to have good luck and great results. And I'm 100% sure that everything will be fine in your business. Thanks a lot. Thank you so much. Yeah, good.